Всем привет дорогие друзья, сегодня воскресенье, это значит, что пришло время посмотреть на топ 5 таймкиллеров недели. Не забывайте поддержать выход рубрики лайком и начинаем. Открывать сегодняшний выпуск ритм аркада в духе Geometry Dash под названием Beat Rush. Как и в вышеназванной игре, ваша задача в нужный момент нажимать на экран, чтобы перепрыгнуть через препятствия. Только вместо кубиков здесь присутствуют более забавные персонажи. Также каждый уровень создан так, чтобы преодоление всех препятствий и даже сбор монет совпадал с ритмом музыки. Всего в настоящий момент в игре присутствуют 5 уровней, но пройти их будет не так просто, как может показаться с самого начала. Сбор монет в игре нужен для покупки новых персонажей и воскрешения в случае непредвиденной гибели. Вторая игра называется Fillward Online. Для тех, кто не знает, Fillward это такой вид кроссворда, в котором вам необходимо вычеркивать все слова из имеющегося блока букв. Данная игра, как вы наверное уже поняли из названия, ориентирована на онлайн, а следовательно содержит в себе соревновательный элемент. Вам необходимо быстрее ваших оппонентов отыскать как можно больше слов, а точнее, чтобы количество букв, из которых состоят ваши слова, превышало таковое у них. Онлайн режим делится на кубки, которые будут вам открываться по мере набора достаточного количества очков. Кубки будут отличаться размером поля, сложностью слов и опытностью игроков. Кстати, в игре присутствует и офлайн режим, который позволит вам прокачать ваш скилл и повысить внутриигровой ранг. Всего одиночный режим содержит более тысячи уровней, но онлайн каждый раз будет генерировать абсолютно новый Fillward. Третья игра представляет из себя весьма любопытную головоломку под названием Balance. В ней ваша задача провести электричество от электростанции к жилым домам и после этого осуществить его подачу. Количество опор лэп и проводов у вас ограничено, а на уровнях будут предусмотрены различные ситуационные события, по причине которых вам предстоит думать, как сделать так, чтобы избежать всех аварий и обеспечить все дома бесперебойной подачей электричества. Игра с одной стороны достаточно интуитивно понятная, но всё же рекомендую читать советы, которые вам будут периодически всплывать. Следующая игра называется Combo Quest и она представляет из себя аркаду, визуально напоминающую Потапон, но очень отличающуюся от неё геймплейно. В игре вам предстоит проделать длинный путь в роли маленького героя, который хочет спасти свою сестру. Путь его будет усыпан множеством противников, сражение с которыми и лежит в основе всего игрового процесса. Вам необходимо тапать по экрану в тот момент, когда индикатор будет находиться на одном из маркеров. Маркеры делятся на два типа, это ваши маркеры, отвечающие за удар, и маркеры противника, которые необходимо успевать останавливать, иначе вы понесёте урон. Побеждая противников, вы будете получать очки опыта и деньги, которые сможете потратить на покупку оружия и апгрейд различных характеристик. Завершать сегодняшнюю подборку аркада Touch Tank. Вы будете ехать вперёд на танки, и вашей задачей будет осуществлять прицельный огонь под танком, самолётом и вертолётом противника. Зарабатывая деньги, вы сможете разблокировать новые танки, причём при их смене изменится и оформление локации. На этом на сегодня всё. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok